Приветствую вас, Кристина. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что его в целом можно было бы разделить на две такие части. Первая часть – это про то, чтобы вам самой раскрепоститься, и это, как мне кажется, про страх, про какую-то, знаете, может быть, неуверенность в себе. Да, это может быть и простыть, то есть, ну, прощение всегда, прощение, грубо говоря, что я делаю что-то не так. В общем, про какие-то внутренние запреты больше. Вот. И второе – это непосредственно про доверие с вашим партнером. Потому что говорить в постели очень важно, и если этого не делается, то, естественно, будут возникать, так или иначе, проблемы. Вот. Поэтому, когда вы говорите, например, про то, чтобы раскрепоститься, для меня это звучит так, что я хочу, условно, себя принять. Я хочу позволить своим желаниям быть, но пока не могу их озвучить. Я что-то в себе не принимаю. Когда вы говорите про партнера, вы говорите, что между им и мной нет, может быть, в полной мере того доверия, которое, которое я хотел, хотела бы, или которое мне помогало бы. И это вопрос про то общее, что связывает вас с человеком. Вот. Это про то, насколько глобально, а не только в интимной жизни, вы можете раскрыться. Вот. Вот. Вы не боитесь ли вы доверять, например. То есть, все это очень ценно для нас. Поэтому, ваш вопрос, на мой взгляд, находится в двух основных плоскостях. Может быть, конечно, есть и другие моменты. Но, по каждому, я бы говорил про то, что озвучил. дабы не, ну, дабы не, перегружать вас слишком сильно. Потому что, ну, мне не кажется, что будет, будет хорошо, если вы будете думать, что у вас что-то очень серьезное, да, что-то очень тяжелое, и так далее. Ну, это мало кому помогает. Вот. Поэтому, я бы рекомендовал вам, вот, именно начать с этих моментов. Именно с этих аспектов. А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Дальше смотреть уже по тому, как будет складываться работа. Ну, с психологом. Так же, вероятно, имело бы смысл обратиться к сексологу, и поговорить с ним. Это позволит вам максимально всесторонне пройти к своему вопросу, и изучить его так же, многосторонне. Сейчас этого у вас нет, сейчас такой возможности у вас нет, к сожалению. Ну, по крайней мере, как мне кажется. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился, надеюсь, он даст вам тысячи разумышлений. А я буду благодарен вам за обратную связь по нему, ну, по моему ответу. Вот это вам необходимо для того, чтобы начать первичную работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. И надеюсь, что проблемы ваши все будут разрешены.